The sermon, God, identifying himself by his characteristics, was delivered on Friday evening, March 20, 1964, Denham Springs High School, in Denham Springs, Louisiana, USA. Проповедь «Бог отождествляет себя своими характерными чертами» была произнесена в пятницу вечером 20 марта 1964 года в средней школе Denham Springs, в городе Denham Springs, штат Луизиана, Соединенные Штаты Америки. «Я был немного удивлен, когда увидел там своего друга Йосифа Бозе, и я повернулся и уделил немного времени, чтобы пожать ему руку». Давайте теперь обратимся к Слову Божьему, к евреям, первой главе. Я хочу прочесть отрывок, состоящий из первого, второго и третьего стихов, чтобы взять для сегодняшнего вечера оттуда тему. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, «Которого поставил наследником всего, через которого и миры сотворил». «Сей, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив, воссел одесную престола величия на высоте». Давайте теперь склоним головы для молитвы. И теперь в Его Божественном присутствии, если у вас есть какая-либо просьба, которую вы хотели бы сообщить Ему, просто поднимите, пожалуйста, свою руку. И это ваша просьба, чтобы Бог... Наш Небесный Отец, мы предстаем теперь пред Твоим престолом верою во имя Иисуса Христа, Твоего Сына. «И нам была дана эта уверенность, что если мы попросим чего-либо во имя Его, это будет нам дано». «И ты знаешь наши желания и наши нужды, и ты знаешь наши желания и наши нужды, и ты обещал, что ты обеспечишь всем, в чем мы нуждаемся. Поэтому, Отец, мы будем молиться, как нас научил Ты, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Это наша просьба сегодня, Тебе решать, давать ли нам это, и даруй нам эту привилегию. «Помажь Слово Господь и всех выступающих и слушателей, и пусть Святой Дух войдет и будет деятелем Слова сегодня среди нас. Ибо мы просим этого во имя Его. Аминь». Садитесь. «Завтра утром, как я понимаю, завтрак у бизнесменов полного Евангелия. Обычно, где у них есть филиал, я имею возможность говорить у них на завтраке». В настоящее время это единственная организация, которая не является организацией, но единственная группа, к которой я принадлежу. Это христианские бизнесмены. «И теперь я проповедую для них в международном масштабе». «Теперь сегодня мы верим, что эта встреча не будет напрасной. Я приехал к вам уставший, надорванный голос, да еще бронхит из-за... Я приехал из Туссона, где очень хороший и сухой климат. И прибыл сюда, и здесь очень хорошо и влажно. Так что большой контраст». «Если вы здесь соберете всю воду, если бы вы прислали ее туда нам, мы высоко оценили бы это. Но вы не можете этого сделать, конечно. Но я скажу вам одну вещь. В этом есть притча. Все, что у нас, у нас, у нас в Аризоне, наши деревья все в колючках. У каждого колючки. Это по причине засухи. Если бы точно такой же куст рос здесь, то у него были бы красивые нежные листочки. Видите, когда он без воды, тогда он превращается в колючку. И когда церковь остается без воды жизни, она тоже становится сухой и колючей. Острой и резкой ко всему. Но там, где текут воды жизни, они раскрывают тот листочек и делают его нежным, мягким и сладким, святым и угодным для Бога. Так что пусть Господь поливает нас сегодня, чтобы нам не быть колючками, но мы будем красивыми листочками, чтобы заблудшие люди могли посидеть в тени под нашим деревом и найти покой для своих душ. Теперь я хочу взять тему для сегодняшнего вечера, если воля Господа. И я придвину этот микрофон поближе, насколько смогу, потому что не хватает голоса. Я хочу, из прочитанного сейчас отрывка из «Евреям 1.1», я хочу взять текст о Боге, который осуществляет себя за свои характеристики. Пожалуйста, повторюсь это снова, потому что я знаю, что эти акустические плохи здесь. Я хотел бы из прочитанного сейчас отрывка из «Евреям 1.1», я хочу взять тему «Бог отождествляет себя своими характерными чертами». Я, пожалуй, еще раз повторю, потому что я знаю, что здесь плохая акустика. «Бог отождествляет себя своими характерными чертами». Вот, чуть ли не все отождествляется своими характерными чертами. И у меня здесь есть несколько мест из Писаний, которые я буду, и пометки, к которым хочу обращаться. Теперь, характерная черта чего-либо определяет, что это такое. Вот, как во всей природе, цветы определяются часто по их признакам. Если они являются ближайшими, один вид к другому, признаки того цветка будут определять, что это за цветок. И в живой природе часто «я охотник», и тебе надо знать особенности животного, на которые ты охотишься, иначе иногда ты можешь попасть в заблуждение. Например, подобно «Стоуншип», там в Британской Колумбии. Я был чуть южнее «Юкона» прошлой осенью. Здесь сейчас есть пара братьев, которые были со мной, и мы охотились. Так вот, если бы тебе не были известны отличия, когда ты выслеживаешь барана или оленя, ты не смог бы увидеть разницу, если не являешься искусным охотником, потому что они оставляют следы такого же самого типа. Они скачут, когда они убегают. И тогда ты видишь одного стоящего на расстоянии, а голова у него спрятана, ты едва ли сможешь отличить. Они примерно одного размера в области крестца. Она белая, точно как олень. Было бы очень трудно отличить их. Но его рога определяют его характерную особенность. По их рогам. У барана закручивается рог, а у оленя выступающие ответвления. И еще одно. Олень не забирается так высоко в поисках пищи. И еще козел ходит. Также у козла есть характерная особенность. И у барана, что тебе нужно знать, чем они отличаются, если ты находишься высоко в горах, потому что и тот, и другой обитают высоко в горах. Тебе надо знать различия. Но если вы обращали внимание, козел спотыкается, когда он идет, в то время как баран ставит свои копыта вот так, когда идет. Характерная особенность того, как он оставляет свой след. Ты определяешь твою дичь по тем признакам, которые она оставляет, и как она ведет себя, и чем она питается, и остальное. Она отождествляет себя своими характерными чертами. И потом ты дашь ему прыгнуть, и наблюдаешь, что произойдет. Ты можешь определить по тому, как они прыгают. Ты можешь отличить разных животных по их характеристикам. Затем, вы обращали когда-либо внимание, я не знаю, есть ли они у вас, желтые молоточки. Ну вот, дятел, это их правильное название, и сойка. Сойка примерно такого же размера, что и дятел. И ты смотришь, как они летят. Оба они почти тот же вид птиц. Если ты не видишь цвет, но просто наблюдай за ними. Ты можешь сказать, который из них дятел. Сойка летает более или менее по прямой. Дятел же бьет своими крыльями. Так как он бьет крыльями, он летит вниз и вверх, вниз и вверх. Видите, он будто подскакивает вот так. И ты можешь сказать, что это характерная особенность дятла. Как он летит. Если вы обращали внимание на то, как взлетает перепел, на то, каким образом он поднимается, понаблюдай, когда ты на болоте, где может быть перепел и бекас. Охотники это знают. Уильсонский бекас и горшнеп. Они идентифицируются по тому, как они взлетают, и тому, как они летят. Они идентифицируются по их характерной особенности полета. Что это за птица? Поэтому, если вы только слышали их, вы можете определить, что это за птица, по тому, как он взлетел, кто это, по характерной особенности его полета. Как мужчина и женщина. Оба они человеческие существа. Но у женщины другие характерные особенности, чем у мужчины. Я читал здесь некоторое время тому назад о Соломоне и царице. Я здесь не проповедовал у вас свое небольшое послание о царице Южной, которая приехала к Соломону и увидела тот дар развлечения. Я читал об этом как раз недавно. И говорилось, что одной из загадок, которую царица поставила перед Соломоном, была «эта царица взяла женщину или женщин и одела их как мужчин». Теперь, в те дни это было чуждым. Но сегодня это, несомненно, пересмотрели. И вы знаете, что это неправильно. В Библии сказано, что женщина не должна этого делать. Это мерзость, если на женщине мужская одежда. И это сказал неизменный Бог. Так что это верно. Итак, мы узнаем, что Соломон только лишь наблюдал за ними. Он попросил их пройти или сделать что-то и сразу же сказал «это женщины». Видите, он смог определить по характерным особенностям той женщины, потому как она вела себя, что она была женщиной, а не мужчиной. И потом, почти все таким образом, со своими характерными особенностями. Точно как есть много людей, которые делают все левой рукой, а есть, которые делают правой рукой. У них есть характерные особенности, как они себя ведут. Можно сказать, этот человек является правшой или левшой, потому как они себя ведут, потому как они протягивают всегда левую или правую руку. И помните, у Иисуса было нечто подобное, что обе руки почти что... Они одинаковые. Обе они имеют отпечатки большого пальца, отпечатки пальцев, пять пальцев, мизинец указательный и так далее. На правой руке и на левой руке абсолютно одинаковые пальцы. Обычно рука такого же размера, просто в точности. И единственное различие у них то, что одна левая, а другая правая. Это единственное различие, которое вы можете определить. Одна левая, другая правая. Поэтому там Иисус сказал, я мог бы поставить здесь пунктик. Иисус сказал в Матфея 24, «В последние дни признаки духа будут до некоторой степени похожи. Настолько близко, что это обмануло бы самих избранных, если бы это было возможно». Видите, они будут просто «Возьмите свою руку и просто поднимите ее». Видите, если вы не заметите, то одна совершенно похожа на другую во всех отношениях. Но одна из них левая, а другая правая. Вот таким образом духи в последние дни. Они до некоторой степени похожи, но они имеют характеристики, которые их идентифицируют. Один верный, а другой неверный. И это можно определить по их признаку. Дух Божий может быть определен по его характеристике. Понимаете? Дух Божий и Дух Церкви. Есть Дух Церкви. А Дух Божий совершенно не такой, как Дух Церкви. Абсолютно. Существует деноминационный Дух, есть национальный Дух, существует Дух Народа. Каждый народ, когда я отправляюсь, ты находишься там, ты обнаруживаешь разный Дух. Я приехал в Финляндию. Замечательные люди, но там был финский дух. Я приехал в Германию, там немецкий дух. Здесь недавно я шел с женой, когда мы еще жили в Индиане, пару лет назад, в небольшой супермаркет. Я только вернулся домой. Мы должны были пойти купить что-то из пищи. И по пути туда я, мы... Это было летом. Вы, может, не поверите этому, но мы встретили женщину, на которой было надето платье. И это было настолько странно, я... Это меня поразило. Я... Я сказал, взгляни-ка туда. Это выглядит необычно. Та женщина в платье. Остальные из них были одеты в такую одежду, которая не... не подобает женщине. И она сказала... Я сказала, это просто американский дух. Дух Америка. Дух Америка должно быть христианский народ, но Дух Америка не христиан. Может быть называю христиан, но вже миллион метров передake характеристикой И... И она сказала... Я сказал, что ж, это просто американский дух, понимаешь? Дух Америки. Теперь, Дух Америки этот... подразумевалось, что будет христианский народ, но Дух этого народа не христианский. Он может называться христианским народом, но он на километр далек от этого по характеристике. Итак, эта женщина, я сказал, она сказала, ну а разве мы не американцы? Я сказал, нет, мы живем здесь, это наша страна, мы находимся в ней, мы любим ее, это самая лучшая страна в мире, но тем не менее, мы не американцы. Я сказал, мы рождены свыше, Святой Дух сошел, и мы принадлежим к Царству, оно не от всего мира. Я сказал, вот почему наши сестры носят платья, у них длинные волосы, они не красятся, видишь, их характерные особенности определяют их святынями Господа, свыше. Поэтому мы ищем Царство. Мы ищем Царя, который придет и возьмет своих подданных в свое Царство, и они отождествлены своими характерными особенностями, что их сокровище не от этой земли и не от этого народа, оно выше во славе. Поэтому они, они ожидают города, которого строитель и создатель Бог. Они отождествлены должным образом. Хотел бы, чтобы с моим голосом было все в порядке, и тогда проповедовал бы для вас целый вечер, но я, я потерял его. Вот, узнаваемые по своим признакам. Мы находим здесь хороший пример, в то время, когда Израиль отправился на обетованную землю, и Бог позвал их, согласно своему обетованию. Он сказал Аврааму, что он, его потомки, будут находиться в чужой земле 400 лет, а после он их избавит рукою крепкою. И они пойдут в землю потом, было обещано, где течет молоко и мед. И потом, когда время обетования приблизилось, там пришел фараон, который не признал великое служение Иосифа, которое было у него среди них. И вот Бог воздвиг пророка по имени Моисей. И этот муж был обучен всякой мудрости египтян. Несомненно, что он был сильным, умным, мыслящим человеком, ибо он мог обучать мудрости египтян. Казалось, будто подходил должным образом для освобождения. Но понимаете, то, что мы называем избавлением, и то, что Бог называет избавлением, это отличается. Теперь наблюдайте за этим человеком со всей его этикой. Он знал, что он родился, чтобы освободить израильских детей. Все же при всей своей образованности, то есть все, о чем он знал, и зная, что он был призван Богом исполнить этот труд, у него была степень бакалавра гуманитарных наук, и доктора философии, и доктора права, и так далее. И когда он выступил, чтобы избавить Израиль, то потерпел полный провал. Теперь заметьте, казалось, что он, будучи одной своей ногой на троне в Египте, чтобы стать фараоном, тогда он смог бы освободить израильских детей, после того, как станет фараоном. Потому что он был следующим в очереди на трон. Но видите, что поступая таким образом, это не было бы отождествлено с Божьей характеристикой в избавлении его народа. Он сказал, что он избавит их. Он выведет их сильной рукой. Не Моисей с сильной армией, но Бог с сильной рукой. И узнаем, что этот пророк убежал и был в пустыне в течение сорока лет. Фараону понадобилось сорок лет, чтобы вбить в него образование, и Богу понадобилось сорок лет, чтобы выбить его из него. Итак, мы видим, что однажды, когда он находился далеко в пустыне, встретил Господа Бога в кусте, горящим огнем, в форме огненного столпа, находящегося в кусте. И ему было сказано снять обувь, ибо земля, на которой он стоял, была святая. Теперь взгляните на этого замечательного, культурного, образованного мужа, который был, следите за изменением его характеристик, после того, как встретил Бога. Он совершил самое... Иногда Бог совершает нечто в такой простой манере, в такой нелепой манере, по мнению плотского разума. Заметьте, вот муж, который потерпел полное поражение. У него были все египетские войска, и все, что его окружало, для совершения воли Божьей, при всем его образовании, когда ему было сорок лет, в самом его расцвете. Вот он, ему 80 лет. На другое утро посадил свою жену верхом на мула, у нее на коленях сыночек, у него в руке палка направляется в Египет. Завоевывать. Вы говорите о смехотворном зрелище. Но то было проявлением Божьих характеристик, потому что у него был муж, который поверил его слову. Вот и все. Вот в чем было дело. Вы могли бы себе представить вторжение в Египет одного человека, в то время как армия потерпела поражение. Но что это представляло собой? Его характеристика, его тактика изменилась. Он шел во имя Господа. Я есть сущий. Дело заключалось вот в чем. Что он завоевал. Он захватил, потому что он шел в силе Господа. На своем пути, ведя Израиль на обетованную землю, он вошел в контакт со своим братом. Своим деноминационным братом, Муавом. Вот. Муав, никоим образом, это не были язычники. Это были дети дочери Лота. Муав произошел от одного из их детей. Докторые дочери, между ними, просто люди, на дороге к промежущее землю. И здесь они были по-другому, 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 по-другому. Теперь, вот там. Я хочу, чтобы обратили внимание на эти два народа по сравнению. Здесь был Египет. В некоторой степени, разбросанные, нет никакого народа, к которому идти. Никаких президентов или царя. То есть, ничего. Никаких сановников среди них. Просто люди, которые идут на обетованную землю. И вот, им нужно было пройти через землю Муава. Она была как раз на границе с обетованием. И Муавитяне, они тоже верили в Иегову. И у них был пророк. И у Израиля был пророк. И те, и другие имели пророков. И вот, теперь обратите внимание. Они подошли к месту, где пророк организованного народа направлялся, чтобы проклясть этот другой народ. Потому что этот народ был всего лишь бродягой, у которого не было определенного места, чтобы остановиться. И так они пришли и наблюдали за этими двумя пророками. Когда это происходит, то, что они были абсолютно правы. Потому что Ноис Балам, бисоп, сказал им, что вы мне строили 7 ороков. Что касается фундаментальной позиции, то оба они были совершенно правы. Потому что, заметьте, Валаам, епископ, сказал им, «Постройте мне здесь 7 жертвенников». 7 – это число Божьей полноты, представляющее 7 церковных периодов, 7 дней сотворения и так далее. Теперь заметьте, 7, Бог совершенен в 7, 7 жертвенников. И на каждый жертвенник положите тельца. Так вот, точно такой же жертвенник они построили там, в Израильском Стане. Там они, в Израиле, с таким же самым жертвенником, который они построили здесь. И одинаковое жертвоприношение. Телец и телец. Пророк и пророк. Два народа, в контрасте. Настолько совершенный пример времени, в которое мы живем. Если бы у нас было время войти в детали. Заметьте, как Бог показывает это в притче, чтобы нам увидеть, проводя параллель. Теперь, также, Валаам потребовал на каждый жертвенник овна. Это должно было говорить о его вере в грядущего Мессию. Овин, баран. Это то же самое жертвоприношение, которое у них было в Израиле. Там, в израильском Стане, а здесь, в Моаве. В основе они оба были правы. Фундаментально в учении. Но у одного пророка, там, в израильском Стане, были Божьи характеристики. И Слово Божье. Он держался Божьего обетования для того периода, потому что он был в соответствии, идя на обетованную землю. Видите? Теперь, что касается фундаментальной части, Валаам, Валак, мог быть отождествленным с таким же успехом, как Моисей. Но, видите, Моисей, будучи правильным пророком Божьим, у него были не только фундаментальные стороны, но у него было Божье отождествление. Видите, он был при исполнении долга, в точности с тем, что было обещано на тот период. Не для периода Ноя, но на тот период тогда. Я выведу вас в землю, где течет молоко и мед. Они были на своем пути, и Израиль был отождествлен со своим пророком Моисеем с посланием того периода. Божьи характеристики отождествились в Моисея. Его сопровождал огненный столб. У него также было искупление в действии. Не говоря об этом, но имел его в действии. Не то, что будет, то, что прямо сейчас. Заметьте, у него был медный змей, который был поднят для людей, у которых были заболевания и болезни. Поэтому Моисей практиковал божественное исцеление. У него было искупление. Медный змей символизировал то, что в стане был Бог. И люди, взглянув на змея, исцелялись. У него еще была ударенная скала, сопровождавшая его. И это отождествляло Бога, чтобы сохранять воду жизни среди них, радость и спасение, чтобы они не погибли, но имели вечную жизнь. Это было прообразом. Та ударенная скала в пустыне была прообразом пораженного Христа. Тогда они продвигались вперед в соответствии с обетованием. Это было другое отождествление, показывающее Божью характеристику. Не имело значения, насколько фундаментально этот «другой» был со словом. У него был фундаментализм плюс отождествление и характеристика Божья среди них. Бог отождествлял себя. Два пророка. Бои они пророки. Бои они фундаментальные. Но Бог отождествил свои характеристики в Моисе. Потому что он был характеристиками и характеристики Божьи. Теперь еще. Божьи характеристики всегда сверхъестественные. Потому что он сверхъестественный. Бог сверхъестественный. Это необычно. Всегда. Для современного направления мышления времени. Вы знаете это. Бог всегда расстраивал планы религиозных групп в каждой прошедшей эпохе. И ни разу не было чтобы какой-либо человек или группа людей которые организовались на основании послания чтобы они не умерли и не отправились на полку и больше никогда не поднимались. Об этом ничего не говорится. Лютеране, Пресвятериане, Методисты, Баптисты, Пятидесятники и так далее никогда не поднимались когда они собираются сгруппировать это. Бог имеет дело с личностями. Заметьте, он настолько необычный для мышления. Видите, мы начинаем движение в каком-либо направлении и нам надо верить этому таким образом. А потом Бог приходит со Своим Словом, которое Он обещал и показывает себя в том слове. Эта группа не может подойти к этому потому что она не верит в это. Видите, она полностью отрезала себя от Него. Like Joseph, he was a son of David and a good man. Joseph, the husband of Mary. He was a good man and no doubt read the Bible, the scrolls continually because and was looking for a Messiah to come and should have known what the Scripture said that would take place. Isaiah said a virgin shall conceive. Подобно Иосифу. Он был сыном Давида и добропорядочным человеком. Иосиф, муж Марии. Он был добропорядочным человеком и, несомненно, читал Библию. Свитки. Постоянно. Потому что и ожидал прихода Мессии и должен был знать, что было сказано в Писании о том, что произойдет. Исаия сказал «Дева в очреве приимет». Ну вот, он встречался с этой молодой девушкой, с Марией. Вероятно, ей было 18 лет, а он был, вероятно, немного старше. И потом, когда они обручились, чтобы пожениться, обнаруживается, что она будет матерью. Теперь это было как бы трудновато для Иосифа решиться на это. Нет, но мы не уверены, что Мари сказала о посетке Габрила. Но мы заметили, как его характер его неудивая, он неудивался. Теперь она была найдена быть мамой, пока они были родены. И в Библине несомненно, что Мария рассказала ему о посещении Гавриила. Но мы замечаем, что склад его характера влиял на него. Он сомневался в этом. Теперь обнаружилось, что она беременна до свадьбы. И в Библии наказание за это смерть забивали камнями. Если незамужняя становилась матерью, то ее должны были побить камнями. Там в Израиле не было проституции. Ее не допускали. Так что мы выяснили во второзаконии. Там об этом нам сказано. Теперь мы узнаем это, что Мария казалось, будто она пыталась использовать Йосифа просто для прикрытия поступка, который она совершила. Потому что если бы обнаружилось, что она будет матерью до того, как они поженились, тогда ее должны были бы побить камнями. И ей нужен был кто-нибудь, кто смог бы стать для нее прикрытием. И можно было подумать по всему, что именно это она и пыталась сделать. Но Иосиф взглянул в ее Он желал верить этому, но это было настолько необычно. Никогда раньше такого не происходило. И вот таким же образом это сегодня. Если бы мы только могли, если бы мне удалось каким-либо образом дать людям увидеть эту необычайность чего-то, если это отождествлено словом, тогда признаки этого доказывают, что это такое. Это Бог в действии. Иосиф должен был бы знать это. Ему следовало бы знать, Дева во чреве приимет. Но он был честен в этом. Он не хотел отпускать ее тайно. Но он думал о том, чтобы это сделать. И тогда ангел Господень явился ему во сне. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему он явился ему во сне? В те дни не было пророков. Этот сон был настолько прост, что не требовалось никакого истолкования. Сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Видите, в таком случае это решило дело. Видите, он пришел к нему во сне вторичным способом. Но, понимаете, там тогда не было пророка, чтобы отождествить то слово, что вот это Дева, которая во чреве приимет. Понимаете? И так поэтому он явился ему во сне, потому что он был честный и праведный и добрый человек. И я верю, что Бог придет к любому хорошему человеку тем или иным способом и отождествит свои действия тому хорошему человеку для этого периода, если тот человек является призванным Божьим для того периода. Вот, но это было так необычно, они просто не могли этого понять. Но всегда явление согласно слову для того времени вся это необычность. Теперь есть некоторые люди, которые ходят повсюду и говорят «Ну вот, это необычное, это Бог, это необычное». Но вы понимаете, это должно быть определено по слову, а слово есть Бог. Видите? И тогда характерные черты этого отождествления указывают, кто это такой, потому что Бог сказал «Это произойдет», и «Это происходит». Видите? «Признаком этого является Божье слово, которое отождествлено характерными чертами того, что происходит». Он сказал, что в последние дни он и зальет Духа Святого. Он исполнил это. Признаки отождествили это с Богом, с Его обитованным словом. Видите? Это всегда отождествляется. Теперь всегда каждый раз корректируют то слово, когда слово указало на ошибку. Вы когда-либо обращали внимание? Это было во дни Ноя, что исправило ту научную эпоху. Бог собирался излить дождь на землю с небес. Это был Моисей, видите, который исправил, когда они все поселились в Египте и так далее, но Божье Слово должно было прийти для отождествления, и истинно Слово исправляет ошибку. Позвольте мне спросить кое-что. Мы здесь можем пойти немного глубже. Я не намерен проповедовать учения или доктрину, но давайте я спрошу у вас одну вещь. Иисус был Словом. Мы знаем это. Так сказано в Библии. Святого Иоанна, первая глава. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Он по-прежнему Слово». Когда Он мог постигать их мысли, они должны были понять, что это было Слово, потому что в Слове Божьем было сказано, что Он будет это делать. Он был пророком. Теперь заметьте, мы узнаем, что когда Он родился, примерно в 12-летнем возрасте, Он пошел на праздник Скинии, и они пришли туда на Пасху, и на обратном пути они прошли трехдневный путь, и они потеряли его, понимая, вернее, думая, предполагая, что Он находился среди родственников. Мы могли бы извлечь урок из этого. Этого так много сегодня. Теперь вы методисты, баптисты, пресвятеряне, лютеране, католики, кто бы вы ни были, вы делаете то же самое. Вы понимаете, Уэсли у Веслея было великое пробуждение, у Лютера было великое пробуждение, или у пятидесятников было великое пробуждение, вы понимаете, что Он находится среди людей, тогда как Его там иногда нет. Они пошли искать Его. Где они Его нашли? Где они Его оставили? В Иерусалиме. И когда они Его нашли, что Он делал? Маленький мальчик, 12 лет, вероятно, никогда даже не ходил в школу, только то, чему Его научила Его мать. И сейчас Он был в храме, дискутируя с теми священниками о Слове Божьем. И они дивились мудрости этого ребенка. Почему? Он был Словом. Теперь следите. И теперь, не унижая достоинства католиков, которые называют Марию Матерью Божьей, но просто позвольте мне показать вам здесь небольшую ошибку. Если церковь построена на Марии, следите, что произошло. Вот она подошла и сказала Ох, мы с отцом твоим искали тебя со слезами. Следите за тем заявлением. Она тогда признала неверным свое собственное свидетельство. Она сказала Мы с отцом твоим искали тебя со слезами. Следите за тем словом. Он был словом. Он сказал И вы не знали, что я должен заниматься делом отца моего? Смотрите, как слово исправляет ошибку. Джоусеф его отцом. Прямо там перед теми священниками она подорвала свое свидетельство. Говорила, что она зачала от Духа Святого, а здесь она сказала, что Иосиф является его отцом. Видите, как слово ухватило это тут же. Он был словом. Теперь вы знаете, что 12-летний мальчик не смог бы этого сказать. Он был словом. Он был изреченным словом для той эпохи. Поэтому отождествленная характеристика Божья была во Христе. Он исправлял ошибки. Он сказал, они говорили, так ведь мы Моисеевы ученики. Видите? Он сказал, если бы вы были Моисеевыми учениками, то вы знали бы меня. Он писал обо мне. Моисей сказал, Господь Бог ваш воздвигнет пророка подобного мне. Вы узнали бы меня, если бы знали Моисея. Моисея. И видите, слово всегда исправляет ошибку дня, но люди не хотят верить этому. Они просто продолжают держаться за это точно так же. Но Иисус поправил свою собственную мать. И его мать была не права, потому что она раньше сказала, что дитя в ней было зачато от Духа Святого, и сейчас она изменяет свое свидетельство и говорит, что Иосиф был ее отцом, был отцом Иисуса. Если Джозеф был сын Джозефа, если он был в его отца, он был в карпенере. Но он был в отца, в церкви, в организации. Он был в отца, отца. Только 12-летний человек. Вы не знаете, что я должен быть о моем отце. Теперь, если Иосиф, если он был сыном Иосифа, если ему надо было заниматься делом своего отца, он был бы в столярной мастерской. Но он занимался делом своего отца там в храме, осуждая те организации. Видите, он занимался делом своего отца, всего лишь 12-летний мальчик. И вы не знали, что я должен заниматься делом моего характеристик there, when he was in his temptation, identified him to be God, because he stayed with the word. It is written, said Satan, Jesus said, it is also written. Stayed right with the word. Вы обратили внимание, когда Иисус был искушаем сатаной, его характеристика там, когда он переносил свое испытание, отождествила его как Бога, потому что он остался со словом. Видите, написано, сказал сатана, Иисус сказал, написано так же, оставался прямо со словом. Бог многократно, мы здесь читаем, Бог многократно, это прежние времена, и многообразно, многими способами, отождествлял себя своим пророком видениями. Это было характерно для пророка, то есть, когда он что-то предсказывал, и это исполнялось. Это было его характеристикой, его идентификации, что с ним был Бог. тогда это ему предоставляло право истолковывать слово для того дня, потому что слово Божье приходит к пророкам, характерная особенность пророка, которую он предсказал. В Библии сказано, если будет некто и то, что он говорит, сбывается, тогда слушайте его, если не сбывается, тогда не верьте ему, не бойтесь его, но мое, если мое слово не с ним, если же это сбудется, тогда мое слово с ним. Это его идентификация, это характеристика пророка. Теперь Бог многократно вот как он проявлял свои характеристики, которые идентифицировали его самого человеку, говоря через человека, который был призван быть пророком. Теперь в Библии сказано Бог многократно многообразно говорил отцам через пророков. Мы также читаем во втором Петра, что все слово Божье было написано ими. Древние мужи, движимые Духом Святым, писали Библию. Они были пророками. Слово приходило к ним, и они писали его, записывали под вдохновением. Во-первых, они были отождествленными пророками. Затем они писали вдохновенное слово. И у них было истолкование Божественного Откровения. Потому что в них был Бог. Теперь вот каким образом он показывал себя в своих определяющих характеристиках. Их подтвержденные видения были Божьей характеристикой в них, открывая себя людям. Это единственное способ он был в Христе. Теперь, только таким единственным способом он был во Христе. Пророк был просто небольшой частицей. Христос был полнотой Бога. И Бог был во Христе, примеряя мир с собою. И его характеристики определяли его, чем он был. Что он сказал? «Если я не творю дел Отца Моего, тогда не верьте. Если во мне нет характера Моего Отца, тогда не верьте Моим заявлениям. Если во мне нет характера Моего Отца, тогда не верьте этому вообще». Теперь его характеристики не изменяются. Бог не может измениться. Его характер, так же, как овечка, не может изменить свой характер, или любое другое не может изменить свои характерные особенности. «Потому что пока это в своем оригинале, это оригинал, и если вы изменяете что-либо, тогда вы изменили оригинал». «Потому что это в своем оригинале, как женщины делают, и исправить липстик, и в красивый древне, и можете раз воде, и воде свинью, и покрасить ногти на ее ногах, как делают женщины, и украсить ее с помощью губной помады, и одеть ее в красивое платье. Отпустите ту свинью, она тут же пойдет валяться, и снова валяться. Почему? Она свинья, вот и все. Но вы знаете, вы не сделаете овечка не встанет в ту грязь, она не желает с этим иметь ничего общего. Это ее характерные особенности. Видите? Вы могли бы одеть ее в такую же самую одежду, но она наверняка не пойдет, она точно не пойдет, не имеет значения внешнее, но то, что внутри. теперь Бог, будучи источником всей жизни, сумеете понять это. Я стараюсь изо всех сил, чтобы вы смогли увидеть нечто. Понимаете? Это для вашей пользы, друзья. Это ради вашей пользы. Видите? Я приехал сюда не для того, чтобы меня увидели. Я приехал сюда не потому, что некуда было поехать. Я приехал сюда потому, что я почувствовал приехать сюда. Я почувствовал, что служение, которое Господь дал мне, должно быть представлено среди людей здесь. И я пытаюсь, чтобы вы смогли увидеть, что такое Бог на самом деле сейчас. Он это его обещанное слово. Он всегда является словом, и он отождествляет себя той характеристикой, которую он обещал. Определенная личность поднимется в определенное время, что указано в слове. Тогда характеристика этого человека, которому надлежало появиться, отождествляет, кем является тот человек. Вот почему Иисус должен был быть тем, кем он был. Они должны были увидеть это. Неудивительно, что они были слепы. Дело сказано, несмотря на то, что он совершил столько много чудес, однако они не смогли поверить, потому что Исайя сказал, у них есть глаза, они могут видеть, и уши, но не слышат. Видите? Каждый период, не только его период, но каждый период, как Бог многократно и многообразно, по-прежнему они не могут постигнуть это. Теперь, его характеристики никогда не теряют силу, они всегда те же самые. Теперь, помните, его характеристика, характеристика Божья, не может подвести, если бы так, то Бог потерпел неудачу. И Библия говорила в Евреях 13.8 что Иисус Христ такой сегодня, сегодня и forever. Поэтому Он не изменим Бог. Как он в начале еще такой характер. А в Библии сказано в Евреям 13.8 что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому Он неизменный Бог. Какой характер у него был в начале, у него по-прежнему тот же самый характер. То, каким образом Он действовал, все когда-либо совершенное Им, Он делает это каждый раз таким же самым образом. Если Он так не делает, тогда Его характер поменялся. Понимаете? И Его характеристики показывали бы нечто, чего не было в Боге. Видите? Тогда мы не знали бы, где... Как Павел сказал, если труба будет издавать неясный звук, кто станет готовиться к сражению? Если труба будет издавать неясный звук. Если труба будет издавать неясный звук, то отступление, то нам надо делать это. Отступать. Если труба трубит атаковать, это то, что нам надлежит делать. Атаковать. Но что труба это слово Бога. Он определяет Бога, если он упал, сет на рейт звук. Но что такое труба? Это слово Божье. Это отождествляет Бога. Будь то встать, сесть, отступать, составь, что бы это ни было. Это Божий трубный звук. И неопределенный звук, когда Библия говорит, что нечто определенное должно произойти. Кто-нибудь говорит, о, это было из другого времени, того. В таком случае, там это неопределенный звук. Тогда вы не знаете, что делать. Иисус сказал, я имею власть отдать свою жизнь и опять воскресить ее. Там нет неясного звука. Женщина сказала, мы знаем, что придет Мессия, и когда Он придет, Он возвестит нам все, как Он возвещал. Он сказал, это я. Там не было неясного звука. Это я. Аминь. Они сказали, наши отцы ели манну в пустыне. Он сказал, и все они мертвы. Он сказал, но Я хлеб жизни, который сходит от Бога с небес. Никакого неясного звука. Я древо жизни из Эдемского сада. Нет, никакого неясного звука насчет этого. Конечно нет, ничего неясного насчет этого. Он был определенным во всем, что Он говорил. В Библии нет какого-то неясного звука. Она показывает характеристику Божью в своем звучании. Иисус сказал в Санкт-Джон 10, 37 Иисус сказал в Святого Иоанна 10, 37 «Если я не творю дел Отца Моего, что и во мне не характер Моего Отца, тогда не верьте Мне. Они одно, они отождествляют Его характер во Мне, Его характеристики». Потому что Отец это Слово. В начале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог. И характеристика Божья проявлена благодаря Его обетованию для того периода. Теперь, если бы он жил в Моисее во время, это не сработало бы. И если бы Моисей жил в его время, это не сработало бы. Если бы он жил во времена Ноя, это не сработало бы. или если бы Ной жил в его время. Ной пророчествовал о событиях для того времени. И его характеристика, и то, что он сделал, отождествило его со Словом Божьим. Моисей делал то же самое. И вот пришел Иисус. И слово, которое было обещано на тот период, было отождествлено в Иисусе Христе по признаку Слова, которое есть Бог. Аминь. Излияние Святого Духа в последние дни на обыкновенных людей отождествило Божью характеристику с людьми. Он обещал это, это Слово. Он сказал, что он сделает это. Никто не может отменить этого. Он сказал, что он сделает это. Так что все эти вещи, которые он обещал, вот что он делает. Это определяет его характеристики. Так точно. Не верьте этому. Не верьте моим утверждениям, если моя характеристика не та, что от Бога. Но notice в John 14 12 он сказал, что характеристику. Он который 信ет на меня, что я сделаю, он тоже сделает. Это что он характер Christ в ему представляет характеристику. Amen. Я чувствую довольно religioso сейчас я хор или с с с с с с с с с Теперь обратите внимание в Иоанна 14, 12. «Верующий в меня, — он сказал, — имеет мою идентификацию, мою характеристику. Верующий в меня — дела, которые творю я, и он сотворит. Это показывает, что в нем характер Христа, проявляя его характеристики. Аминь». Я чувствую сильный религиозный подъем сейчас, хотя я охрипший, так точно. Вот это да. Видите, в этом нет никакой ошибки. Его жизнь, верующий в меня, — дела, которые творю я, и он сотворит. Видите, это проявляет характеристику. То же самое он сказал. «Если мой характер не отождествляет меня, Бога в нем, тогда он, не верьте ему». Теперь он также сказал, что он будет отождествлен в этом. В таком случае это, если это не отождествляет его, тогда он не является тем, кем представляется. И сегодня, если Христос не отождествляет себя, характеристика Христова отождествляет нас, как Христовых, верующих Слову. Иисус был Словом, поэтому Он должен верить Слову. И как мы можем говорить, что мы Христовы, и отрицать какое-либо Слово из этой Библии? Святой Дух Христов — это Бог в вас, и Он будет подтверждать каждое обетование Словом «Аминь». В Библии сказано, эти знамения будут сопровождать уверовавших. Дух Божий сказал «Аминь». Видите? Никто из них не говорит «Нет, это было для другого периода, это было только для учеников». Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Тот, где бы то ни было в мире, кто будет веровать, эти знамения будут сопровождать его. То же самое. Тот же «вчера, сегодня и вовеки» отождествляется по этой характерной черте. Это делает Евгений 1.1, Бог в Сандра-таймах, говоря с родителями по-профетам, идентифицируя, что Христа, воскресенный сегодня по той же характеристике, которую Он сделал в Сандра-таймах. Вы заметили? Бог никогда не изменяет Своей. Поэтому евреям 1.1, Бог, многократно говоривший Отцам в пророках, отождествляя Христа, воскресшего сегодня, с помощью той же самой характеристики, что Он совершал многократно. Вы обратили внимание? Бог никогда не меняет Своего пути. В древней Библии, когда сновидец видел сон, и там в стране не было пророка, чтобы посмотреть, верный был этот сон или нет, у них был другой способ, чтобы узнать. Они брали того человека, которому приснился тот сон, приводили его в храм. Нагрудник Аарона, бывшего первосвященником, висел на столбе. И этот мечтарь сказал этот мечтарь, не важно, как хорошо он звучит, как реально он звучит. Если нет супернатурного свет, светлого на эти стонах, которые называют Юрим-Тунден, И этот сновидец рассказывал сон. Неважно, насколько он был хорош, насколько казался реальным, если не возникало сверкания сверхъестественного света на тех камнях, который назывался Уримом Туммимом. Читающие Библию понимают. Тогда неважно, насколько правдоподобным это казалось, это было не так. Необычность Божья, характер Божий, должен показать его характеристики в сверхъестественном, проявить, что он отождествил себя в сообщении. Аминь. Я говорю то же самое сегодня. Древнего Урима Туммима нет, но слово по-прежнему является тем, что определяет характеристику Божью. Обетование часа, в которой мы живем, есть характеристики Божьи, которые определяются с помощью обетования часа, в которой мы живем. Это показывает Бога тем же самым, каким Он был. Многократно, смотрите, многообразно. Он говорил отцам в пророках. И закон, и пророки были до Иоанна. С тех пор Царство Небесное. Заметьте, но в этот последний день, говоря то же самое, что Он сказал тогда, через Своего Сына Иисуса Христа. Бог, многократно, многообразно говоривший отцам в пророках, в последние дни сии, делая то же самое, говоря людям, отцам, через Своего Сына Иисуса Христа. Воскресил Его из мертвых, и Он живет с нами, проявляя Себя и предсказывая нам события, потому что Он распознаватель помышлений и намерений сердечных. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог, многократно и многообразно говоривший отцам через пророков, но в последние дни сии, через Иисуса Христа, Своего Сына. Писание не может быть искажено. Оно точное. Как я говорил раньше, Бог не нуждается, чтобы кто-нибудь истолковывал это слово. Он истолковывает свое собственное слово. Когда Он говорит что-либо, это происходит. Это и есть истолкование. Понимаете, Он не нуждается, чтобы кто-то говорил, ну что ж, я думаю, что это означает вот это. Бог удостоверяет это своим собственным истолкованием. Своим. Есть ли обетование на тот день? Мы не можем жить во свете Лютера. Мы не можем жить во свете Уэсли. Мы не можем жить во свете кого-либо из тех. Мы должны жить во свете, который обещан на сей день. Что если бы Моисей пришел в Египет и сказал, ну вот, мы будем строить большой ковчег. Мы уплывем из этой страны. Вода в Ниле поднимется. Они посмотрели бы в свитки, там нет такого обетования. Это верно. Но вы понимаете, он отождествил себя, как Божий пророк, ибо то, что он говорил, сбывалось. Тогда они узнали, что у него было Слово Господне. У Фаарона были копья, но у Моисея было Слово. Поэтому, когда они подошли к морю, все копья затонули в море. А Моисей перевел Израиль через море, по сухой земле, потому что у него было Слово, и он был Словом того часа. Моисей был проявленным Словом для того часа. Илья был проявленным Словом для того часа. Христос проявленное Слово и обетование, которое он дал. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я буду с вами и даже в вас до скончания века. Дела, которые творю я, и вы сотворите. Он обещал эти вещи. Это характеристика, Бога, который показывает Слово, как он сделал в 모든 веки. Он обещал эти вещи. Что это такое? Это характеристика Божья, проявляющая Его Слово, как Он поступал во все периоды. Малахий 4. Он сказал, «Перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, вот я пошлю к вам Илию пророка, и он снова восстановит в детях веру их отцов». До наступления того дня. Он обещал это. Иисус сказал в 17 главе святого Луки, «Как было во дни Содома, так будет и в пришествии Сына Человеческого, когда Сын Человеческий явится». Когда Откровение само раскроется во дни, когда мир будет похож на Содом, чем это будет? Характеристикой того исполнившегося Писания. Бог, отождествляющий себя через свою характеристику, характерные черты, какие были у Него всегда. Он не может это оставить. Последние дни Он проявился через Своего Сына. Заметьте, как Бог всегда совершает эти в «как он вс...» Он никогда не изменяет своего образа действия. Эти три мужа, которые разговаривали с Авраамом там, во дни Содома, как мы только что говорили. Авраам был мужем, который веровал Богу. Он держался за Божье обещание. Его жене Сарри было 65 лет. Аврааму было 75, когда Бог позвал его. Он сказал, что у них будет ребенок. У Авраама будет ребенок от Сары. Это может звучить смешно, но я представляю себе, что она подготовила всякие ботиночки и булавки и все остальное, поскольку ожидали того младенца. После того, как прошли первые 28 дней, ну вот, Авраам, может быть, сказал Сарри, «Как ты себя чувствуешь, милая? Без изменений. Слава Богу! Он у нас будет все равно. Откуда ты знаешь? Бог так сказал». Прошел год. Как ты себя чувствуешь, дорогая? Без изменений. «Он у нас будет все равно». Бог так сказал. «Пять лет прошло». Как ты себя чувствуешь, дорогая? Без изменений. «Он у нас будет все равно». Бог так сказал. «Он у нас будет все равно». Что это было? У него было Божье обещание. Он веровал Богу и вел себя подобно Богу. Он держался за обетованное слово. «Он у нас будет все равно». «Он у нас будет все равно». Прошло 25 лет. Ботиночки уже пожелтели, но она продолжала их хранить. Теперь он старый и ссутулившийся, и он в ужасной форме, и Сарина утроба в омертвении, и он бесплодный. И в каком они состоянии? Как ты себя чувствуешь, Авраам, отец народов? Его друзья, верующие притворщики, говорили ему. Что ж, слава Богу, я чувствую себя замечательно. У нас все равно будет тот ребенок. Потому что он не поколебался в Божьем обетовании неверием, но пребывал тверд, воздавая славу Богу, ибо он был совершенно убежден, что то, что Бог сказал, Бог способен совершить. Аминь. Это характеристика верующего. А что насчет вас? Видите? Что насчет нас, детей Авраамовых? Мы отождествились со Словом Божьим, как обещанием, и наша характеристика отождествляет нас самих, что мы действительно верим этому. Или вы колеблитесь, прыгаете то туда, то сюда и вот сюда, и гадаете, и колеблитесь насчет этого. Тогда мы не христиане, мы просто притворщики. Но когда мы действительно встали рядом с обетованием, сразу же зацепитесь за Него и оставайтесь с Ним. Авраам держался. Теперь мы узнаем, что однажды он увидел трех идущих мужей. В Библии сказано, это было во время дневного зноя. Должно быть, был примерно полдень. Эти мужи подошли и разговаривали с Ним. Мы понимаем, что двое из них пошли в Содом. Я думаю, что мы об этом говорили на днях вечером. А один из них остался с Ним. Следите за этим мужем, которого он назвал, который остался с Ним. Что этот муж делал? Один отождествился по его признаку, что он был Элоим. Элоим – самое первое слово в Библии. В начале Бог. Теперь многие из вас ученые и знаете, что то слово Бог там означает, в еврейском это Элоим, которое означает всемогущий, вседостаточный, существующий сам по себе. Не нуждается ни в чьей помощи, не нуждается ни в чем истолковании. Творить свое собственное. Он – вседостаточный Бог, вездесущий, всеведущий, всесильный. Он – Бог. Он был там. И Авраам сейчас, этот патриарх, который держался за слово, смотрел на этого человека. И когда этот человек стоял, повернувшись своей спиной к шатру, он сказал, «Где Сара, жена твоя?» Сказал, «Она в шатре, позади тебя». Сказал, «Я опять буду у тебя в это же время, и у тебя будет этот ребенок, которого я пообещал тебе. И Сара посмеялась над этим. И тот, кто разговаривал с ним, сказал ему, что Сара сказала в шатре позади него». Теперь, в бытие вы это прочтете. Мы узнаем тогда, что Авраам, после того, как этот муж отождествил себя, что это было? Евреям 4 глава 12 стих. Сказано, «Слово Божье острее, действеннее меча обоюдоострого, судит помышления и намерения сердечные». Он знал, что был именно этот человек. Он знал, что кроме него не было в стране пророков. И поэтому Слово Господне пришло к нему. И он был пророком. И вот Слово пришло к пророку. То же самое с Иоанном Крестителем. Там не было пророка в течение 400 лет. Я помню, может быть, доктор Дэвис находится здесь сегодня. Пожилой миссионерский баптистский проповедник, который крестил меня в веру. Он, бывало, спорил со мной. Он сказал, «Билли, ты сейчас всего лишь дитя. Тебе надо послушать меня». Я сказал, «Хорошо, брат Дэвис, я слушаю». Он сказал, «Понимаешь, Иоанн не был крещен. Таким образом, он крестил, но не был крещен. Никто не был достоин крестить его». Это сильная баптистская теория. И вот приходит Иисус и сказал тогда, Иоанн сказал, «Мне надо бы накреститься от Тебя, почему Ты приходишь ко Мне?» И он сказал, «Допусти этому быть так». Он сказал, «И потом, когда он допустил его, сказал, понимаешь, тогда Иисус крестил Иоанна». И когда он вышел из воды, тогда небеса открылись, и он увидел Бога в виде голубя, сходящего и пребывающего на нем. Сказал, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Но нет, не споря с доктором Дэвисом, но он ошибался. Понимаете, Иоанн был пророком, а Слово всегда приходит к пророкам. Итак, если Слово стало плотью, оно должно было прийти к пророку, в любом случае, потому что он свидетельствовал о Слове, и его подлинная характеристика отождествила его тем. Вот приходит Слово. Что случилось теперь? Как только он встретился лицом к лицу с Иисусом, Иоанн сказал, «Мне надо бы докреститься от тебя, ты ли приходишь ко мне?» Иисус сказал, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам, подобает нам, исполнить всякую правду». Иоанн, будучи пророком, он, будучи Словом, он был жертвой, и он был намерен начать свое земное служение. И жертва должна быть омыта, перед тем, как будет представлено. Иоанн крестил его, потому что он знал, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам, исполнить всякую правду». Жертва должна быть омыта, перед тем, как будет представлено. И поэтому Иоанн крестил его. Не Иисус крестил Иоанна. Иоанн крестил Иисуса. Оставь теперь. Заметьте, вот здесь был Авраам, и у него было Слово Господне. Слово Господне пришло к нему. Он был пророком. И вот сейчас идет слово. Он назвал его Авраам, не Авраам. За несколько дней до этого, его имя было Авраам. Было Авраам. Теперь оно Авраам. Его жены было Сара. Теперь она Сара. Не С-А-Р-А. С-А-Р-Р-А. Не А-В-Р-А-М, но А-В-Р-А-А-М. Авраам. И этот муж отождествил себя, когда он сказал, Абраам. Аминь. О, мой. Абраам сказал, Эл-А-М. Там находятся Слово и Пророк. Вместе. Обе личности отождествленные. Эл-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р. Эл-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А-Р-А- Иисус сказал, когда Он был на земле, Он делал те же самые дела, что делал Элоим. Это отождествляло Его характеристику как Бога. И Он сказал раньше, в последние дни, в пришествии Сына Человеческого, когда Он явится, будет такая окружающая обстановка, как это было в Содоме. Элоим среди Своего народа, всемогущий Бог, это то, что говорится в Писании, Элоим среди народа. В течение сорока лет Он крестил нас Святым Духом, Элоим, Бог, и Церковь, смотрите, Авраам увидел знамение, другой призыв, знамение, призыв, призыв, знамение, ожидая обетованного Сына. Но последнее знамение, которое Он увидел, последнее явление, последнее посещение Божье, перед тем, как обетованный Сын прибыл на сцену, это был Элоим в человеческой плоти. Тогда появился обетованный Сын. И семя Авраамова ожидает обетованного Сына, Иисуса Христа. И они видели знамения, излияние Святого Духа, говорение на языках, божественное исцеление и так далее. Но когда Сын Человеческий будет явлен, тогда Элоим вернется к царственному семени Авраамову и покажет то же самое, что он показал в тот день. Аминь. Элоим. Как это было? Почему? Это будет характеристикой Божьей. Теперь, если Христос был Богом, еще немного, и мир уже не увидит Меня. Однако вы увидите Меня, ибо Я буду с вами даже в вас, до завершения, до конца. Дела, которые творю Я, и вы сотворите. Иисус сказал это в Луке 17 главе. Хорошо. Когда мы верим и видим эти последние дни, это окружение должно возникнуть снова. Поэтому, Евреям 1.1. Бог, многократно отождествлявший себя в пророках, в последние дни сии, отождествил воскресение своего сына из мертвых, показывая церкви ту же самую характеристику, которая у него была, точно подтверждая Евреям 13.8. Из этого не вырвешь ни одного пера, это орлиные перья. Они вставлены плотно, потому что они небесные птицы. Они питаются орлиной пищей. Теперь мы обратим внимание вот на что. Многократно, многообразно он говорил отцам через пророков, в последние дни через своего сына Иисуса Христа, воскресив его из мертвых. И сейчас Он среди нас, спустя две тысячи лет, тот же Иисус, не один из пророков, Иисус, Аллилуйя, воскресший Сын Божий. Иисус сказал однажды, Он сказал, род лукавый и прелюбодеянный, ищет знамения, и они получат знамения. Род лукавый и прелюбодеянный. Когда мир был более лукавый или прелюбодеянный и извращенный, чем это сейчас? Как было во дни Ионы, как Иона был во чреве кита три дня и ночи, так Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и ночи. Тогда лукавому и прелюбодеянному роду надлежало получить знамения. Что за знамения? Знамения воскресения. И у нас это есть сегодня, спустя две тысячи лет. Он по-прежнему жив, Он среди нас сегодня и навсегда, отождествляя себя характеристиками Божьими, проявляя Слово, что Он и обещал делать. Аминь. Слово есть. Теперь, поверите ли вы знамению? Это следующее. Последние дни. Его отождествлению с помощью Его Сына. Заметьте, Бог говорил Моисею многократно. Во Второзаконии 18.15 сказано, Господь Бог ваш воздвигнет пророка, подобного мне. Теперь смотрите. Это слово. Это слово. Это был Бог. Это не был Моисей. Как Моисей мог бы знать об этом? Он был человеком? Но Бог, говоря через Моисея, сказал это. Вы верите этому? Хорошо. Теперь обратите внимание на Иисуса. Смотрите, как Его характеристики верно отождествили это обетованное слово. Он, несомненно, отождествил. Он был отождествлен этой характеристикой. Тем, что о нем говорил Моисей. Многие из них, как сегодня, хотят увидеть какого-нибудь сильного лидера. О, это доктор философии такой-то. Он из Хартфордского университета. Или Он закончил какой-то крупный где-то, типа этого. Это не является Божьей идентификацией. Нет. Нет. Вовсе нет. Слово. Вот что отождествляет Бога. Понимаете? Иисус не был ученым. Как не был он священником. Не был он раввином для мира. Для мира Он был вероотступником. Но Бог подтверждал через него свое слово, что сделало его Эммануилом. Это было его отождествлением. Теперь. Вот. Иисус отвечал этому в точности. Что Бог многократно говорил о том, что Он будет делать. Через Моисея. Что Он будет делать. Теперь смотрите. Когда Он встретил Петра, как мы драматично представили это на днях вечером. Когда Он встретил Петра и назвал Петру его имя. По этому знаку Петр отождествил его с Мессией. Ибо Слово говорило. Господь Бог ваш воздвигнет пророка. Петр подошел. Которого тогда звали Симоном. Подошел туда, где был он. Иисус взглянул на него. Петр сказал. Тебя зовут Симон. И ты сын Ионин. Это определило личность Христа. Что Он является тем словом, что обещал Моисей. Петр увидел это. Что знамение отождествило Иисуса как Мессию. Бог был во Христе. Помазание для последних дней. Для Нафанаила. Помните. Он сказал Симону его имя. Теперь смотрите. Нафанаилу Он сказал, что тот сделал. Ты был под деревом, когда Я увидел тебя. Это определило Его как Мессию. Сказал. Ты сын Божий. Ты царь Израилев. Он был определен с помощью характеристики обетованного слова. Что Он должен был быть Мессией. Господь Бог Ваш воздвигнет пророка. Бедная женщина у колодца. Он рассказал ей, кем она была. И это определило Его, что был этим обетованным Мессией. Видите? Его характеристики были отождествленным Словом. Были его характеристиками, показывающими, что Слово было Богом. Так что это был Бог, отождествленный во Христе. Теперь наблюдайте за этим. Обратите внимание. Для Петра он был отождествлен для Петра тем, что назвал его имя. Он был отождествлен для Нафанаила тем, что сказал ему, что тот сделал. Он был отождествлен с женщиной, сказав, кем она была. Что Он, кем Он был, что Он сделал и кем она была. Он отождествил свою мессианскую характеристику, что должно было быть характеристикой Мессии. Взгляните на ту бедную женщину, которая сказала то же самое. «Господи, я вижу, что Ты пророк. У нас не было пророка сотни лет. У нас было множество церквей, предостаточно споров и деноминационных различий, но у нас не было пророка в течение сотен лет». Мы знаем, когда Мессия придет, именно это отождествит Его. Он сказал, «Это Я и есть. Говорю с тобой». Ничего неопределенного в этом нет. Это Я. Это отождествило Его. Женщина, страдавшая кровотечением, определила, что Он был словом. Как? По тому, что Он сделал. Когда ее вера прикоснулась к Нему, Он повернулся и сказал, «Кто прикоснулся ко Мне?» Он знал, что нечто произошло. Это проявило Иисуса Мессией. Она поверила этому. И она сказала, «Если Я прикоснусь к Его одежде, Я выздоровею». Поэтому, как только она прикоснулась, Он повернулся, сказал, «Кто прикоснулся ко Мне?» И все из них отказались. Но Его мессианская характеристика – Аминь. Я надеюсь, что вы видите это собрание. Послушайте, поскольку мы заканчиваем. Там она прикоснулась к Нему. Там были сотни, может быть, которые хотели прикоснуться к Нему. Петр даже упрекнул Его, сказал, «Так вот же, все к Тебе прикасаются». Он сказал, «Да, но кто-то прикоснулся ко Мне по-другому». Вот в чем отличие. Это прикосновение веры. Видите, сказал, «Прикоснулся ко Мне некто. Это было особенное прикосновение. Я ослабел. Сила изошла из Меня. Силы покинули Меня. Теперь Он там стоит». Вот, даже Его собственный ученик говорит другими словами, «Ты говоришь, говоришь, будто ты какой-то провинившийся человек. Так ведь люди все прикасаются к Тебе. Наблюдайте. Наблюдайте за Его отождествлением сейчас». Он повернулся, посмотрел сквозь толпу. Он выделил ее сразу же. Она не могла более скрыться. Он сказал ей о ее состоянии и сказал, «Ее вера спасла ее». Она узнала благодаря этому. Это, Евреям 4, 12. Слово судит помышление. Помышление сердечное. Его характеристика отождествило Его, как Слово Божье, ставшее плотью и обитающее среди нас. Аминь. Я думаю, что то же самое сегодня отождествляет Его, воскресшего Иисуса Христа, живущего среди нас сегодня, того же самого, вчера, сегодня и вовеки. Вот, поскольку евреям 13, 8 верно, Его характер отождествит Его сегодня, как это произошло тогда, таким же самым образом. Посмотрите на Клеопу и остальных после воскресения. Иисус отождествил себя тем, как Он преломил хлеб, что Он сделал это точно таким способом, как Он преломил его до того, как Он был распят. И они... Это проявило Его характеристику, потому что Он это делал таким образом. Теперь, если бы Он был здесь сегодня, как Он отождествил бы себя, точно как Он делал вчера, ибо Он тот же самый сегодня и будет вовеки. Это отождествление. Евреям 4, 14 и 15. Он сегодня говорит, Он наш первосвященник, который может сострадать нам в немощах наших. Он наш первосвященник сейчас, после Его воскресения. После Его смерти, после Его погребения, после Его воскресения, после Его восшествия. Аминь. Он по-прежнему остается вчера, сегодня и вовеки тем же самым. Первосвященником, который может сострадать нам в немощах наших. Аминь. Он сейчас, чтобы каждый человек и женщина здесь, кто верит. Он наш велосвященник. Он является тем, прямо сейчас, для каждого человека здесь, который будет верить этому. Он наш первосвященник. Тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Он всегда живет. Вы верите это? Он всегда живет. Вы верите этому? Его характеристики все время отождествляют Его тем же самым, каким Он был, когда Он жил на земле. Он продолжает жить здесь, сегодня, в виде Святого Духа. Он живет вечно, и Его характеристики сопровождают Его, точно как это было всегда, если Он по-прежнему живой. Я благодарен сегодня, что Бог, многократно и многообразно говоривший отцам через пророков, в последние дни сии через Сына Своего Иисуса Христа. Ой, я не знал, что я так долго говорил. Я забыл насчет этого, извините. Я только... Я закончу. Давайте помолимся. Небесный Отец, великий и милосердный Бог, Господь, я... я... может, я говорил слишком много. Я молю, Боже, если много, чтобы Ты простил меня. Но, Господь, я не прошу прощения за то, что я сказал. Я сказал только то, что Ты сказал здесь, в Своем Слове. Теперь только одно слово или два от Тебя, Господь. Может быть, каждый сегодня увидит это. Бедные и больные люди исцелятся, когда увидят, что Ты по-прежнему наш великий первосвященник. Я молю, Господь, за эти несколько минут, что Ты будешь великий первосвященник. Я молю, Господь, за эти несколько минут, чтобы Ты оживил это послание снова, в действительности. То, что я сказал по слову, пусть Твоя характеристика проявит Тебя среди нас сегодня, что Ты тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Только один момент. Мы, я, я немного задержался. Но не потерпите ли Вы еще ровно столько, чтобы провести молитвенную очередь на 15-20 минут? Если Вы согласны, поднимите свою руку, скажите «мы». Хорошо, благодарю, благодарю Вас. Я обещал отпустить Вас в 9.30. Сейчас уже это время. Еще 20 минут. Итак, если Вы мне дадите минут 10, я потороплюсь. Посмотрим, какие молитвенные карточки они раздали сегодня. О, с чего? Откуда мы начали вчера вечером? С первого? Первого? Да. И потом, вчера вечером мы просто... Святой Дух? Я слушал сегодня и повторил, что было сказано. Некоторые имена там были французские. Я был Святой Дух. Единственное, как я мог это сделать – просто ожидать и смотреть. Понимаете, иногда, когда видишь видение, это должно быть развернуто и объяснено. Это истолковано. Видение, как ты... Ты увидел бы овцу. Это могло означать шерсть. Понимаете? Тебе надо иметь и его истолкование. Понимаете? Развернуть то видение и истолковать его. Я заметил вчера вечером. Я не смог произнести те французские имена. Мне пришлось произносить их по буквам. В Африке и повсюду, где те гаттинтоты, язычники и прочее, ему надо было произносить их имена по буквам. Говорить им, кто они такие. Произносить прямо по буквам на их языке. Они... Они узнавали, что за имя было названо. Как только было произнесено по буквам. Но, видите, он знает все языки. Он вечный Бог. Давайте сегодня вечером начнем, скажем, с 75-го по сотый. Под буквой О. Это О? Он сказал. Я О. О. Да. Хорошо. Давайте посмотрим, у кого молитвенная карточка 75. О. Молитвенная карточка О. 75. Поднимите свою руку. У кого этот номер? О. Хорошо. Подходите прямо вот сюда. 75, 80, 85, 90, 95, 100. Приходите вот здесь, пожалуйста. Хорошо. Это выстраиваетесь вот здесь, быстренько. Потому что у нас не останется времени. Я надеюсь, что вы сделаете это. Взгляните на свою молитвенную карточку. Взгляните на молитвенную карточку своего соседа. Какой? И если кто-нибудь калека, то приведите их в молитвенную очередь. Так что, если у них стоит О, только О, 70, 75 по сотой. Выстраивайтесь прямо здесь, пожалуйста. Где бы вы ни находились, может на балконах, где-то еще, спускайтесь и приходите в очередь. Пожалуйста, побыстрее, чтобы сэкономить время. Теперь остальные здесь, у кого нет молитвенной карточки, может вы поднимите руку и скажете, у меня нет молитвенной карточки, брат Бранхам, но я верю. Поднимите ваши руки. Теперь помните, я хочу поговорить с вами о первосвященнике. Он первосвященник, который сострадает нам в немощах наших. Он – Иегова Ире, Господь усмотрит жертву. Он – Иегова Рафа, Господь, который исцеляет болезни. Вы верите в это? Он – Иегова Монассия, защита, щит, наш покой. Он по-прежнему. Так, кто из вас верит, что все эти искупительные имена Иеговы относились к Иисусу? Конечно, Он должен быть. Если Он… если Он… они ведь нераздельны, поэтому Он должен быть всем этим. И если Он по-прежнему Иегова Ире, Он – Иегова Рафа. И если Он – Иегова Ире, Он – Иегова Ире, что есть, Господь усмотрит жертву для спасения. Тогда Он – Иегова Рафа, который исцеляет все наши болезни. Аминь. Исцеление может прийти только от Бога. Хорошо, пока люди выстраиваются. У меня не было времени, чтобы посмотреть, кто они и что они. Но теперь все, кто находится там, кто знает, что Я вас не знаю, поднимите руку. Скажите, Я нуждаюсь в Боге. Но ты не знаешь меня, брат Бранхам. Но Я нуждаюсь в Боге. Я подниму свою руку. Теперь, если вы только успокоитесь на несколько минут, следите, будьте внимательны, сидите тихо. Теперь, когда я говорю «сидите тихо», я не имею в виду, если Господь что-либо совершит, вы захотите вознести Господу хвалу – это поклонение. Но я имею в виду не бегать, не вставать, понимаете, это непочтительно, видите. И Святой Дух очень осторожный, очень осторожный, понимаете. Просто что-нибудь в таком духе и оставляет меня. И тогда мне снова приходится бороться, понимаете. Но если вы будете слушать. Вы помните его первое обетование? Добейся, чтобы люди тебе поверили. И еще будь искренен. Ничто не устоит перед молитвой. Вы помните это? Правильно. И это «я не видел еще, чтобы это не удалось». И это не подведет. Это Бог. Сейчас мы поторопимся с молитвенным рядом, чтобы нам пропустить побольше, сколько сможем, ради людей. Но те, у кого есть молитвенные карточки, но не был вызван сегодня, держите свою карточку. Мы вызовем вас. Хорошо. Теперь те, кто там без молитвенных карточек, помните. То есть вы находитесь там. Имеете ли вы молитвенную карточку или нет? Просто верьте, что Он здесь. Как в 4 главе евреям. Он первосвященник, который может сострадать нам в немощах наших. Смотрите, Он остается. Смотрите, если Иегова представил себя среди своего народа, как он представил во дни Содома. Хорошо. Хорошо, сэр. Теперь давайте помолимся. Вот, пребывайте в почтении. Теперь помните, слово от Бога больше, чем мог бы сказать кто-нибудь. Вот, этот мужчина здесь. Я не знаю его. И я полагаю, он... Мы с вами не знакомы, не так ли, сэр? Вы не знакомец. Мы знаем одну вещь, что нам обоим придется однажды предстать в присутствии Божьем. Как людям нам придется там встретиться. Это наша первая встреча. Теперь, если вы пришли сюда, если вы больны, я не знаю. Это может быть что-нибудь другое, видите? Но если я возложу на вас руки, скажу, хвала Господу, идите, будьте здоровы, это нормально. Вы могли бы поверить этому. Но что, если он скажет вам, что с вами не в порядке? Теперь видите? Это другое. Тогда вы знаете, что это показывает его характеристику. Понимаете, это не было бы моей характеристикой. Я человек. Я ничего не знаю о нем. Я только что сказал ему, я вас не знаю. Он не знает меня. Но что это показало бы? Это показало бы характеристику Иисуса Христа, того же самого вчера, сегодня и вовеки. Понимая, что это не мог быть я, не мог быть я. Потому что я не знаю этого мужчину. Я подниму свою руку. Вот здесь слово. Видите? Я не знаю его, он не знает меня. Но характеристика Иисуса Христа. Если бы Иисус стоял здесь, а он болен. Если бы он сказал, Господь, исцели меня. Что Иисус ответил бы ему? Я уже это совершил. Правильно? Он изъязвлен был за грехи наши. Ранами его мы были исцелены. Все искупление, которое мы только могли иметь когда-либо, было совершено на Голгофе. С того момента это вера. Поверить в завершенное дело. Это верно? Хорошо. Если Иисус живой, и я говорил о Его Слове, вот вам. Обратно к той простоте и вере. Верой Его Слову. Когда он встретился со мной в ту ночь, он сказал, ты придешь к такому, что будешь даже знать их сердечные тайны. Если они не поверят тому первому знамению руки, они должны будут поверить вот этому. Понимаешь? Если они не верят, тогда кровь проклинает землю. Точно как это было во времена Моисея. Сказал, не поверят двум всем знамениям, тогда вылий на землю кровь. Понимаешь? Вылий воду на землю. Она сделается кровью. Теперь просто, чтобы выяснить. Если бы я смог увидеть, в чем ваша проблема, этого было бы довольно и заставило бы вас поверить, не так ли? Вы знаете, это было бы характеристикой личности, о которой я говорю. Иисуса Христа. Мужчина, как только я на него посмотрел, отодвигается. На нем лежит тень. Не существует таких лекарств, которые могли бы помочь мужчине. Он находится в умирающем состоянии. Верно? Он перенес операцию. Это была изнурительная операция. И это рак. И рак распространен по всему вашему телу. Если это верно, поднимите свою руку. Только Бог может исцелить его. Но послушайте, я хочу вам кое-что сказать, сэр. Тот бес может спрятаться от ножа доктора. Но ему не спрятаться от Бога. Вы верите этому? Вы верите этому? Тогда я молю. Во имя Иисуса Христа. Пусть это оставит его. Пусть этот мужчина живет. Ничего, только ослаб. Хорошо. Вы и я вместе с другими другими. Муж и женщина встречаются. Теперь, как мужчина, я не знаю тебя. И, возможно, как женщина, вы не знаете меня. Не больше, чем вы видите мою имя или фотографию. Но мы не знаем друг друга. Это наши персонажи. Мы не знаем друг друга. Мы с вами не знаем друг друга. Встретились мужчина и женщина. Так вот, я вас совсем не знаю. И, возможно, вы, женщина, меня не знаете. Не более, чем вы просто видели мое имя или фотографию. Или что-нибудь типа этого. Но мы не знаем друг друга. Это наши характеристики. Мы не знаем характера друг друга. Но характеристика Христа. Он есть Слово. И Слово обетовано на сей день. Вы слышали, как я говорил об этом? В таком случае, его характеристика отождествит его здесь. Не я отождествлю его. Я вас не знаю. Вы понимаете. Наше собрание понимает это? Видите? Я человек. Я всего лишь ваш брат. Как женщина у колодца. Сказать нечто, что не в порядке. Что-то, что у вас не в порядке. Или что вы хотите. Или для чего вы здесь. Пусть Бог будет в этом судьей. Вы страдаете из-за анемического состояния. Это верно. Не так ли? Я постоянно наталкиваюсь на это. Кто-нибудь думает, что я отгадал. Я не отгадываю это. Нет. Время от времени я чувствую, кто-то так думает. Вы не можете сокрыть сейчас свои мысли. Это где-то вот там. Я знаю. Здесь находятся два закоренелых скептика. Видите? Теперь запомните. Я могу назвать и ваши имена. Бог может. Так что вы прекратите так думать. Позвольте мне вам показать. Смотрите сюда, дама. Смотрите на меня. Я не знаю, что он вам сказал. Но я знаю, кто он такой. И это его проявленная характеристика. Да. Это анемическое состояние. Кровь. Вода. Вот здесь. Здесь есть нечто. Посмотрим, если они думают, что это угадывание. Вот. Ребенок, за которого вы молитесь. Это здесь. Это верно. Это находится у него в горле. Миндалины. Одиноиды. Это уже нуждается в операции. Разве не так? Возьмите тот платочек и положите на то место. И верьте. Не сомневайтесь. Операция не понадобится. Теперь верьте всем своим сердцем. Здравствуйте. Вот в чем дело у этой женщины здесь. Вы чем-то напуганы. Вы боитесь, что родимое пятно превратилось в рак? Теперь идите. Веруя. И этого превращения не произойдет. Просто идите, веруя всем своим сердцем. Характеристики. Не мои. Его. Вы верите теперь? Это должно заставить верить каждого. Так, я вас не знаю. Я с вами не знаком. Бог вас знает. Вы верите этому? Вы знаете, что я вас не знаю, и вы меня не знаете. Так что вы верите, что этот дух, который говорит, не может быть моим духом? Потому что я, как человек, я вас не знаю. Но характеристика обетованного слова – это слово, которое острее обоюдоострого меча и судит помышления и намерения сердечные. Вы очень больны. У вас была женская болезнь, то есть в матке. И в матке был рак. И вы пошли и принимали какое-то лечение. Это было лечение радием. И единственное, к чему это привело, это распространило его по всему вашему телу. И вы умрете, если Бог вас не исцелит. Это верно. Вы верите сейчас, что он исцелит вас? Пусть Бог небесный осудит того беса, который скрылся от доктора. Он может скрыться от Радия, но не от Святого Духа. Идите, верьте Ему сейчас, сестра. Не сомневайтесь вообще, но верьте. Вы верите, что Бог может исцелить это астматическое состояние и соделает вас здоровым? Вы верите этому? Тогда продолжайте свой путь, радуясь, говоря «Благодарю тебя, Господь». Я верю, что с моей астмой покончено. Здравствуйте. Вы нервный человек. Вы в нервном состоянии уже долгое время. Поэтому это привело к язве желудка, из-за чего ваш желудок болит. И вы хотите... Вы хотите съесть свой ужин? Вы сделайте то, что я вам скажу сделать. Идите, ешьте. Во имя Господа Иисуса. Вы верите всем своим сердцем? Вы очень славная молодая дама, кажется. Вы верите, что я его слуга. Вы верите, что это могли быть его характеристики здесь. Тоже. Само слово и обетование сего дня. Дела, которые я делаю, и вы совершите. Я не могу исцелять. Он уже это совершил. Но его характеристика проявляет его. Может сказать, что у вас не в порядке. У вас женская болезнь. Женская болезнь. Вы верите, что Бог исцеляет ее сейчас? Продолжайте свой путь. Это больше не будет вас беспокоить. Верьте всем своим сердцем. Вы верите, что я его слуга? Если Бог скажет мне, в чем ваша проблема, вы поверите, что это характеристика Иисуса Христа. Проблема с вашей спиной. Больше этого нет. Идите. Верьте всем своим сердцем. Верьте. Подойдите, дама. У вас тоже проблема с желудком. Верьте всем своим сердцем. И ешьте свой ужин. Иисус Христос исцеляет вас. Подойдите. У вас проблема с кровью. Вы диабетик. Вы верите, что Бог соделает вас здоровой и исцелит вас от этого. Идите своей дорогой и говорите. Благодарю тебя, Господь Иисус. Исцеляет вас. Идите. Верьте всем своим сердцем. Подойдите. Ваша спина. Вы верите, что Бог исцелит спину и соделает вас здоровой. Продолжайте свой путь. И радуйтесь, и говорите. Благодарю тебя, Господь Иисус. У вас тоже что-то не в порядке со спиной. Идите дальше, говоря. Благодарю тебя, Господь. Я исцелен. Верьте всем своим сердцем. У вас тоже была больная спина. Что вам об этом известно? Верьте всем своим сердцем сейчас. Идите дальше и будьте здоровы. Верьте, что Иисус Христос соделает вас здоровым. Если можешь веровать, все возможно. Хорошо. Что если бы я вам ничего не сказал? Просто прошел бы мимо и возложил на нее руки. Вы верите, что она выздоровеет? Они видят, что не в порядке. Вы верите, что она поправилась бы? Подойдите сюда. Я гоню прочь того беса во имя Иисуса Христа. Пусть сила Божья исцелит этого ребенка. Аминь. Не сомневайтесь. Не сомневайтесь ничуть. И она выздоровеет. Верьте всем своим сердцем. Если Бог вас не исцелит, то однажды вы окажетесь на костылях. Из-за артрита. Но вы верите, что Бог исцелит ваш артрит? Тогда идите. Говорите, благодарю тебя, Господь. Я буду верить тебе. И ты исцелишь меня. Хорошо. Подойдите сейчас. Это ваш возраст. Вы очень нервничаете. Начинаете очень нервничать поздно вечером. Когда вы работаете и остальное, вы очень нервничаете. Вы верите сейчас? Тогда это больше не будет вас беспокоить. Идите своей дорогой, говоря «Благодарю тебя, Господь Иисус». Подойдите, сэр. Вы верите, что Бог исцеляет болезнь сердца? Сделает ваше сердце здоровым? Просто продолжайте двигаться, говоря «Благодарю тебя, Господь. Я верю всем своим сердцем». Бог исцеляет туберкулез. И делает здоровым тоже. Вы верите этому, сэр? Всем своим сердцем? Хорошо. Продолжайте свой путь. И радуйтесь. Говоря «Благодарю тебя, Господь Иисус». Что насчет вас, которые вот там? Вы верите? Что насчет слушателей? Кто-нибудь из тех, кто в зале? Верьте сейчас. Этот мужчина, который сидит вот здесь, с бронхитом. Вы верите, что Бог исцелит болезнь бронхов? Хорошо. Вы можете получить, о чем вы просили в таком случае. Аминь. Вы верите, что Бог исцелит ваше высокое давление? Это оставило вас, сэр. Я не знаю его. Никогда в жизни не видел его. Послушайте, сэр. Вы верите, что эти спазмы в мускулах? Спазмы нервов в мускулах. Вы верите, что Бог исцелит это? Вы верите? Поднимите свою руку. Если вы верите. Хорошо. Там сидит ваша жена. Ее беспокоит болезнь синуса. Вы тоже верите, что это оставит вас, сестра? Дама, сидящая прямо позади нас, там. У нее неврит. Вы верите, что Бог исцелит ваш неврит, дама? Вот здесь дама в пиджачке, в красном пиджачке. Вот. Она сидит там. У нее тоже заболевание синуса. Вы верите, что Бог исцелит заболевание синуса? Поднимите свою руку. Если вы верите этому. Любой здесь, кто верит, что характеристики Иисуса Христа проявляются среди нас сегодня. Поднимите свою руку. Скажите, я верю этому. Все, кто находится здесь, примите Его своим исцелителем. Встаньте на ноги и скажите, я верю этому. Поднимитесь. Встаньте со своих мест, что бы это ни было. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Я даю Его вам. Во имя Господа Бога.